Дамы и господа, мое вам здрасте. Мы продолжаем проходить модификацию Тени Чернобыля Последний Сталкер. Находимся мы сейчас в Лиманске. Как вы помните, в конце прошлой серии мы принесли доктору Пирогову его сундук с клопами из болот, который очень сильно тяжелый. Ну, та штуковина, которая лежала в беспилотнике. Так, ну и что? Мы стоим на перепуте. Я не знаю куда идти. И, вроде бы, назад нам и не нужно никуда, а мы все задания выполнили. Так что давайте пойдем вперед в сторону госпиталя, все равно в ту сторону шуровать. Сейчас посмотрим, может, хакер нам что-нибудь пришлет, какое-нибудь сообщение. А может, мы кого-нибудь встретим по дороге. Ага, вот кто-то есть у нас. Так, кто это такие? О, святые отцы. Ха-ха, нифига себе они с болот перебрались. Красавчики. Так, ну и что вы тут делаете, братаны? Ага, эти молчат. Отец Геннадий. Ну, они и на болотах у нас молчали. Так, а с кем же здесь поговорить? Если вообще можно поговорить. Отец Пёдр. Пётр тоже Пёдр. Отец Андрей молчится. О, отец Сергей, рад видеть тебя, Грек. Здравствуй, отче. Прошёл, депрессняк? Прошёл. Убедил я с Божьей помощью братью идти отца Виталия выручать. Ты знаешь, где Бериндей? В страшном застывшем мире, где не бывает солнца, где бродят полуживые, полумёртвые призраки, а в сером небе чёрными молниями проносятся чёрные души. Погоди, погоди, святой отец. Был я в тех местах. Поверь, всё обшарил там. Нет, отца Виталия. Как ты туда попал? Те ключи, что ты дал, не помнишь? Они открыли портал в мир без солнца. Вторым комплектом открыл портал назад. В тот мир, где отец Виталий сейчас облетается, никакими ключами портал не открыть. А-а-а. Вот ты-то явно знаешь, как попасть в тот страшный, замороженный мир. Угадал? Ихиство твоё, Грек, неуместно. Видением не было. Отец Виталий помощи просил. Он-то и сказал, как попасть в тот мир. Ну так поделись, отче. Призри свою жизнь. Отбрось страх и сомнения. Сделай шаг навстречу смерти. Так сказал отец Виталий в моём видении. И где это всё надо сделать? Дуришь ты меня опять, старый человек. Да слушай сперва Грек. В общем, сказал так отец Виталий в моём видении и исчез. Растворился. Огляделся я. А под ногами старый чёрно-белый фотоснимок лежит. Поднял я его. На снимке том, вентиляционная труба Чернобыльской станции. Ого. В трубу, что ли, прыгнуть нужно? Дельный совет, отче. Понимай, Грек, как хочешь. А я так думаю, решение не через. Поживём и увидим, отче. Так, а ты чё у нас? Кто такой? Андрей молчит. Так, рад видеть тебя, Грек. Отец Александр. Привет, отче. Эко вас занесло. Здрав, будь, Грек. Дело появилось. Вот и занесло. Так, поделись озабоченностью, отче. Может, я чем смогу помочь? Куда лыжи на острове? На север, Грек, на север. На север? А я вижу, что вы тут надолго обосновались. Тропу в госпиталь автоматическая охранная система перекрывает. Это нас задержало. А кто поставил систему? Турели, как на периметре. Может, жирси? Сомневаюсь я очень. Интересно. Так, а с кем-нибудь ещё здесь есть диалог? Ну, вроде бы, как все молчат. Так, ну чё, двинем, наверное, дальше. Посмотрим, что у нас в той степи. Всё-таки всё равно надо обшать возле стройки. Посмотрим, что там за турели такие. Так, а вон ещё кто-то появился у нас. Это кто такие? Военные сталкеры. Интересно, где пляшут. А может быть, и лево здесь находится где-то? Кстати, лево нам надо отдать ту ли флешку, ту ли чё-чё-чё-то. Ну, в общем, там у нас имеются задания от лева. Так, ну а где же этого чубрика искать? Интересно, на карте он есть? Ой, на карте. В контактах. Да, лево есть. Так, где у нас лево? Ну, лево я уже нашёл, в принципе. Лево вот он стоит. Лево, военный сталкер. Давай тойдём за укрытие. Здесь небезопасно. Да ладно, небезопасно. Ну, давай тойдём. Где у нас укрытие? Или этот дом является укрытием? Ага. И ты здесь? Ну, считай, надолго застрял. Пока кто-нибудь с той стороны турели не отключит. Поясни. Последний развед данный. В госпитале пульт управления турелями. Чёрные рейдеры. Слыхал про таких. Их работа. Что за группировка? Никогда не слышал. Знаемый. Кто-то схватил крупную группировку из наёмников со всего мира. Цели пока не сны. А твоя разведка? Погибла группа. Последнее сообщение. Все полегли в госпиталь. А что мало-то вас так? Под огонь турели попали сперва. Никто же не знал, что так всё плохо. А разведка? Слушай, достал тот же Грек. Цель группа была впереди. Уже в районе госпиталя. А мы на территории недостройки. Когда эти турели появились? Грек. Они как будто из воздуха возникли. И сразу открыли кинжальный огонь. Не было маскировки. Разведка до этого там всё обшарила. И я не сошёл с ума. Грек. Спроси моих людей. Любой подтвердит, что турели возникли из ниоткуда. Почему это тебя удивляет, Лео? Вы в Лиманс как попали? Вытянули старым сингулятором дверь из другого времени. Вот и турели прятали за несингулярностью. Офигеть. Тоже так думаю. Не хотел просто заморачивать тебя метафизикой. Слушай, Лео. Поручение твоё я же не выполнил. На кровопроме твои все мёртвые были. Да знаю я. Хочу деньги вернуть. Не заработал. А флешка, извини, Лео, нет у меня её. Пришлось расковырять, чтобы понять, где вас можно найти. Погоди, Грек. Слушай, тут такое дело. Можешь помочь, осуществить или убрать турели. Я же понимаю, что сюда пришёл не для того, чтобы сообщить мне о мёртвых на агропромах. Ты ж на север путь держишь. Это можно, только вот как попасть в госпиталь? Прямо через недостройку можно попытаться ночью. Но это почти нереально. Видел машину здесь в подвале у учёных? Телепортатор. Вроде бы он может в любую точку мгновенно переместить объект. Попробуй поговорить с ними. Дааа, надо попытаться. Так, ну чё, получилось. Нам снова в подвал к учёным надо, что ли, шуровать? Интересно, девки пляшут. А чё святые отцы у нас? Нифига себе, там турели мочат. Ха, прям до сюда же стреливают. Офигеть. Ну ладно, тихо-тихо, мы сейчас отправимся до учёных, поговорим с Пироговым или с кем-то. Ох, нифига себе, а это ещё что такое? Так, что-то показывает на вот это вот, типа бункера. Это что такое у нас? Ага, переход куда-то. Ладно, переходом мы попозже воспользуемся. Давайте сейчас отправимся в учёный, с ними по-ля-ля-ка. Алё, гараж, ну кто тут базарик-то будет, ё-моё? О, вот, доктор, мне нужно в госпиталь. Чем я вам могу помочь, Грек? Это же у вас телепортатор. Вот и телепортируйте меня в госпиталь. Это телепортатор? Возможно. Мы пока сами до конца не поняли назначение этой машины. И уж тем более не знаем, как её запустить. Извините. Вот, блин, облом на ровном месте. Так, а эти гаврики, чё у нас? Молчат? Молчат как рыба, блядь. Так, что у нас с оружием? Ни черта у нас нету. Ну чё. Надо гранатами, наверное, запасаться. А иначе, по-моему, нам будет кобздец. Ага, и вот этого надо тоже взять. Чую, в госпитале нас там ждёт. Непроходимая фигня. Ладно. Блин, кстати, учёный забрал у нас эту штуку, которая невесомости прибавляет. Так, аптечки ещё надо захапнуть. Ну, вроде как-то так. Блин, а теперь давайте пойдём к тому переходу. Который нам высветился в кат-сцене. Попытался я пообщаться с сытыми дедушками. Среди них никто не алло. Куда ведёт этот переход? Ну и мы на свой страх и риф сейчас с него ломанёмся. Так, интересно, где пляшут. Мы сами очутились. Ага, это Восточная Припять, походу, что ли? Ну-ка, проверим сейчас. И куда-то ведут два перехода. Ну, один переход, это 100%, конечно, назад Лиманск. А вот второй переход, куда у нас идёт? Сейчас отбежим немного, да посмотрим на карте. Так, ну чё, здесь где-то у нас стрелок, что он должен быть? Ну, по крайней мере, сухороны вон они здесь. Давайте посмотрим, куда ведут у нас эти два перехода. Так, один правый в Лиманск, левый в Госпиталь. Отлично. Здесь, на территории прачечной никого нету. Прачечная, химчистка, называйте её, как хотите. Что ж, придётся тогда нам, наверное, всё-таки в Госпиталь ломиться. В общем, рыбнуться в Лиманск у меня не получилось. Там эти танки долбаные. Да ещё и турели, к чёртой матери. Я попробовал, попробовал. Меня убивают постоянно. Короче говоря, я решил вернуться в Восточную Припять и поискать тайник стрелка. Но, выходя из госпиталя, когда я очутился в Восточной Припяти, у меня появилось задание попросить помощи у Лео. Блин, может быть Лео братан нам чем поможет, нафиг. Может быть бойцов нам даст или ещё чего-нибудь такого. Потому что, ну реально, пройти-то можно, конечно, но это будет очень долго. Нудная. Ну и вообще, я не знаю, сколько раз меня будут убивать, сколько птичек надо будет. Так, Лео, братан, давай спасай, выручай. Привет, Лео. Помочь надо с госпиталем. С госпиталем. Больно, сердито встречают. Я своих людей на пулемёты не поведу. Оно понятно. Что ж. Обратиться за помощью к долгу. Так, ну что. Этот не хочет нам давать людей. Значит, пойдём к учёным, где сидит в подвале ещё и долговец там главнокомандующий. Ну шо, братан, на тебя вся надежда. Как дела, Грек? Помогай, начальник. Дай людей, подрывников да штурмовиков. Что, затеял Грек? Турели управляются из госпиталя, а там не в протык. И рейдеры, и турели снова. Уверен, что управление оттуда осуществляется. На все сто. Вот что, Грек. Людей тебе, конечно, без разрешения панцира дать не могло. А он не разрешит. Есть другой вариант. Турмовой бронекостюм. Крайне устойчив к свинцу и стали. Сервопривод. Но есть и минусы. Я бы сказал, минусяры. Это опытный образец, а потому неудобный, неповоротливый. ПНВ самый никудышный. И самое дурное, то, что он недалеко не автономен. То есть, данные для регенерации бронекостюма передаются с командного пункта узким лучом. Поэтому оператор должен знать примерные координаты местности. Где бронекостюм будет использоваться? Ты говоришь, что операция будет проводиться в госпитале? Значит, с большой вероятностью, используя бронекостюм, ты останешься в госпитале жив-здоров. Вот такой вариант. Вон, они лежат. Бери любой. Ну так как? Понимаю, начальник. В боевых условиях испытать костюм хотите? Ладно, банкуйте. Так, а где костюмы? Вот они. Следующий комплекс на месте лежит. Ну, что это за штука такая? Так, смотрите. Телепатия, пулестойкость, пуль 100. Офигеть, вот это да. Ну, сейчас я обвешиваюсь еще актами на пулестойкость. И нам не то, что турели. Нам танки не страшны будут. Вот мы на исходной. Сразу скажу, штука, конечно, прикольная, но в ней мы бегать не можем. Зато, ага, мы как танк непробиваемый. Это вообще меня очень даже радует. А, смотрите. Да пофиг мне. Давай, давай, стреляй. И ты можешь стрелять, я разрешаю. Так, где ты там? Вот же гавнюк, отпрятался. На спать, родной. Так, что, ребятки, давайте. Ты главное по очереди. По очереди. Нет, надо все-таки пуму на всякий случай повесить. Так, что ты там? Ой, какой ты страшный, ешкин ты, вот, а. На. Блин, вот этот автомат вообще меня ж на это саму. Приколуй. Смотрите, с одного выстрела в голову. На, на тебе борщик. Патроны экономятся, вообще его прикол убран. Так, что я хотел? Пуму я хотел повесить. Патроны я бронебойные поставил. Блин, тут еще вон турель стоит сверху. Ну и ладно, конечно. Пока этих чубриков я обыскивать, наверное, не буду. Нафиг мне обоскались. Так, спать. Спать, родной. Мы смело в бой пойдем. Так, где вы тут-то? Аля, улю. Вуси-лебеди. Выходи. Выходи. Выходи, подлый трос. Нам не страшен серый болт. Блин, конечно, обыскивать бы их. Но это... Не хочу ее пока обыскивать, потому что... На это надо будет время. Так, а сколько их? 15 рыл. Офигеть! Вот это, да? Так, кто тут такой некрасивый? На. Вообще, смотрите, никакого урона мне нету. Офигеть. Так, а сейчас турели мы-то у нас. Это пока ни одна турель меня не пыталась отмолотить. Вот эти вот только... Гаврики тут-то все мешаются. На. Спать. Я думал, они-то бронебойные нафиг. Оть, оть, оть. А че вы все в каких-то костюмах непонятных? Я думал, вы пули непробиваемые. А вот, ребята, так. Лохи. Ох, нифига себе, турель мочит. Смотрите, офигеть. Вот это, да? Нифига себе, лох. Ох, то есть дверь кто-то. Ё-моё. Ну-ка, прокатит прикол, как с броневиками. А, это надо в ту сторону катить. Блин, она у меня не бегает, нифига. Так, тут еще эти боевики долбаны. Поскольку у вас в очередь вставайте, давайте. Да ё-моё, а. Блин, так вот шумят. Так, как интересно перепрыгнуть в ту сторону. Не получается. Оба-на. Ты кто такой? На, смотри, мне пофиг. Ай, блин. Ну-ка, ну-ка, гранат мне на тебя жалко, конечно. Сейчас попробуем мыть атак. Слегонца вшатать. Смотрите, мне пофигу, мне пофигу. О, ес, ес, ес. Ес, ес, обыск, ес. Так, теперь надо-то уничтожить турель. Вообще, по идее, как бы надо всех здесь обыскивать. Ладно, пока она ее баня. Сейчас, скорее, вторую размочу, там видно будет. Так. Хотя бы денежку у них хватит собирать. Что ты там усираешься, ем-мое. Пора бы уже успокоиться. Ох ты ж, нифига себе. А я что, туда не смогу пройти? Или смогу? Блин, нет, навряд ли, наверное. А, жаль. Жаль, конечно. Допрыгнуть я, наверное, не допрыгну. Так, ну да ладно, бог с ней. И где тут эта комната? Которая у нас откроет доступ к пульту управления турелями. Так, что мне, наверх, что ли, идти? Блин, а как наверх-то пробраться? Получится вообще. А, ха-ха-ха, по невидимой лестнице снова. Да ешкин ты, кот. Ну что же вы такие неугомонные, товарищи, а? Куда ты лезешь? Я ж вас не трогал. Спать. Что, еще что ли? Блин. Теперь здесь опять... О, стоит. А, сейчас я вас в ножа начну лезу, если будете меня бесить. Офигеть, вот это их на первом этаже полно. Спать. Так, где ты там? Я думал, гранату хочет кинуть. А, нихрена. Так, а это кто такие лежат? Нет, кто-то есть здесь, а. Ага, вот она комната. Нужна карта доступа, а где ее взять? Так, тебя нету явно. Блин, тут дурель голубанная. Что ж такое-то, а? У кого-то, наверное, в этих гавриков есть карта доступа. Сейчас мы найдем. Так, а там я одного пропустил. Он же сидел в самом начале. Перезарядимся на всякий пожарный. Ага, нет, нифига у него. Были бы еще патроны у вас бронебойные, я бы стал собирать. А так, пошли вы все в жопу. Ох ты ж, две турели. Ребята, вы не на того напали. Стоять бояться. Блин, я тяню эту карту доступа. Сейчас буду резать его. Ножа. На нафиг спать. На нафиг, не мешайся. Так, где еще? Боевики. Так, у кого из вас карта доступа, а? Кого-то же должно быть. Так, а это кто такие? Вольные сталкеры. А, это группа разведки, которая туда направилась. Которую удачно изничтожили. Вот эти вот охламоны. Блин, я не понял. А у кого карта доступа? Что, внизу что ли искать? Так, а это тоже нет, нифига. Интересно, гдехти пляшут. Так, еще четыре. Четвера. О, один. Хе-хе. Ишь ты, спрятался. Ждал он у меня, смотрите, с этой стороны. Вот это олень. Так, да ничего. Пусто. Так, у кого из вас карта доступа? И архаровцы, давайте, давайте, сижу. Хватит воевать. Ну, плохо, конечно, что он не бегает. Так, побыстрее бы. Так, че ты? Пообщаться можно? Ну, спать. Кроме артефакта, нифига нету. Че, придется всех, наверное, обыскивать. Вроде бы, всех уничтожили. Да, ну давайте, ребята, я за кадром сейчас всех их обыщу. Все-таки найду я эту карту доступа. С этими турелями покончено. В госпитале у нас чисто. Правда, кто-то еще один живой тут остался. Нашел я карту доступа. Напротив, кратери, чего валяется. Капитан. Черные рейдеры. Так, код доступа 040766. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 040766. Карта оставлена. Все у них на шестерке, елки-палки. Ты-то че? Братишка. Так. Это у нас ящик номер 3. Отлично, мы, ребята, к антенне. Так, ключ безопасности. Так, ключ безопасности-то где? А ты у нас кто такой? Лейтенант тоже. И че это у тебя такой? Сингулятор. Корректор реликтового излучения оператора черных рейдеров. Так, ну и карта доступа. Вторая. Такая же, по-моему. Так, сингулятор. Сингулятор для чего-то нужен. Так, ну а как же тут-то ставьте ключ безопасности? В общем, чтобы найти ключ безопасности, братва, надо ихний сингулятор, оператора черных рейдеров, поставить себе в слот, вытащить его. Ну и вот в этом вот углу появляется у нас флешка. Поднять предмет. Флешку мы вставляем. Ключ. Ага. Все. Задание выполнено. Можно возвращаться смело в Лиманск. Не, в Лиманск я пойду, наверное, тем путем. Вольно. Правда, сейчас еще вот вынесу последнего здесь, а. Раборигена. В общем, прошмонал я всю эту шелупонь в госпитале, нехило прибарахлился артефактами, решил я возвращаться через другой проход. Можно было, в принципе, вернуться через тот проход, в который мы заходили в госпиталь, но я решил все-таки здесь попробовать. Кстати, переоделся я курсный плащ Крека. Ну, потому что, во-первых, он бегает в нем. Так, интересно, а здесь у нас электро? Пройдем мы, не пройдем? Давайте, сохранимся для начала в этом районе. Блин, у меня что-то очковое здесь, а перепрыгивать. О, есть контакт. Ха-ха, отлично. Еще почему я пошел этим путем? Потому что, блин, ну мне хотелось посмотреть, что же здесь произошло на стройке. Так, артефакты. Значит, в этом месте может появиться и зонтичный артефакт. Будем знать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас снова аномалия. Обойдем. Так, только что, по-моему, здесь сталкер дышал. Чуть-то непонятно, куда он делся. Ну ладно, хм... А, вот он дышит. Это у нас, да, вольные сталкеры. Турели мы отключили, так что бояться нам здесь нечего. Вот они, те турели. Про которые говорил нам... Как его там зовут-то, елки-палки? Ну, в общем, вы поняли, про кого я говорю. Будем уничтожать потихонечку. Блин, они взрываются. И у нас... Да, костюм у нас подпарчивается. Ладно, не будем мы этого делать. Пойдем уже к Лео. Задим задание. Лео, братан, наша миссия закончена. Путь свободен. Удалось? Ну ты, блин, даешь. Слушай, Грек, деньги здесь значения почти не имеет. Давай я тебе патронов подкину, что ли? Лишними не будут. Надо до встречи. Ладно, заберем патроны. Так, что он нам за патроны-то подкинул? Ох, нифига себе, он мне... До пулемета патронов накидал. Не знаю, зачем. Пулемета у меня все равно нету. Еще не пропускает, нифига. Ну ладно, хрен с тобой. Пришел я в бункер ученых и долго. Но здесь с нами общаться почему-то никто не хочет. Так, походил я по мытарству. Нет, заберу я все-таки. Это скафандр с собой. Я вспомнил, что мы нашли контейнер же. Ящик номер три. И у нас появилось задание спрятать последний контейнер в тайнике группы синоптика. А это тайник у нас же на свалке. Ну, так как здесь с нами никто больше никто общаться не хочет. Путь на ЧАЭС мы пока еще не знаем. Поэтому я предлагаю отправиться на свалку. А там уже видно будет. Потому что на свалке у нас же РСовцев много осталось, недобитых. Они были к нам лояльны. И сейчас мне уже интересно. Станут они врагами или будут все-таки друзьями. Но в свалке, как и в Багдаде, все спокойно. ЖСовцы у нас все еще друзья. А, ЖСовцы. ЖСовцы. Я уже не знаю, что базарить. Ну, давайте похороним последний контейнер. Так. Так, и что? Ничего у нас не изменилось? Никаких заданий не добавилось? Нифига. Так. Ну, что же дальше-то делать? ЖСовцы один стоит. Что-то должна у нас появиться группа синоптика. Ага, да, вот они появились. Перебили заодно здесь. ЖСовцев. Блин, вот надо нам этот FN 2000 с собой все-таки таскать. Так. Ну и кто из вас тут синоптик? А что это в шляпе? Ох, и звуки, и ёлки-палки. Отцелки. Уладил дела на сортировке? Более-менее. И книгу попутно тебе добыл. Смотри. Ну-ка, ну-ка. А, так и знал. Фуфло. В смысле фуфло? Да нет, и не было никакого некрономикона, Крек. Только фальсификации. Но меня это тоже устраивает. Ты внимательнее погляди, синоптик. Но не может эта хрень быть липой. Я таких десяток видел. Натуральная липа. Кажется, тогда могильщик в параллельный мир попал. Это ты там его достал? А ты сам как туда попал? Ключи у меня были. Монолитовские. Видел такие раньше? Ну, значит, и у магильщика были такие ключи. Да, похоже на то. С книгой-то что делать? Можешь выкинуть или сжечь ее. Вон и костер. К чему нужна была вся эта чертовщина? Микрономикон, пентаграммы. Магильщик видел в пентаграммах сакральный смысл. И смысл был. Только магильщик так и не допер. Это просто разметка для размещения ключей. Хватило бы и треугольника. Куда ты теперь? Хм. Неужели не догадываешься? В центр. В центр зоны? Уверен? Скорее, да. Тогда выслушай напарника моего прежде. Не пожалей времени. Молоды. Так, а напарник у нас... Дэдмен. Ну давай, отойдем. Здесь психолия накрывает. Пушка уже трещит. Ну давай, отойдем. Если твердо решили идти к центру зоны, то прежде уясни это. Скорее всего, дорога в один конец. Так что заканчивай все дела. Запасайся снарягой и жратвой. Когда поймешь, что готов, найдешь меня в Припяти. На том самом месте, где ты в последний раз видел наемника по кличке Джонни. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Прошу удождать тебя, грек. Так, это где я видел наемника по кличке Джонни. Я в Припяти, да толком ничего ни разу не был. Ладно. У нас появилось новое задание. Среди Дэдмена в Припяти. Ага. Вот в этом вот районе. Так. В Припять мы, конечно, отправимся. Но сначала Дэдмен посоветовал нам запастись оружием, медикаментами, жрачкой. Сейчас мы все это сделаем. Ну, как сейчас. Давайте, наверное, в Припяти мы уже с вами встретимся в следующей серии. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А вообще, можете и не подписываться. Главное, комментируйте. Всем спасибо, что смотрели меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята. Всем пока.